Интересно, еще одна встреча, не 2006 года, а которая случилась день назад. Встреча в Минске, когда прилетел Сергей Шойгу и поговорил с тройняк. Тройняк был Хрениным и Лукашенко. Что это было? Зачем прилетал Шойгу? Склонял к чему-то Лукашенко его режим? Подождите, это когда было? Два дня назад был. Это было так. Я просто соизмеряю с другими событиями. Ну, опять-таки, это же было сразу после того, как они убили Макея. Да. То есть, это была двухходовка. Сначала убили Макея. Это очень разумное с точки зрения путинского режима было действие. Потому что Макей, конечно, Путину мешал. Это не потому что Макей хороший человек, а потому что Макей это была та самая нога лукашенковская, которая была поставлена в Европу и не позволяла полностью заблокировать Лукашенко в Европе. Ну, и получалось это все хуже и хуже, но тем не менее. То есть, Макей это был, так сказать, оператором многовекторности Лукашенко. То есть, вот его вот этой давнишней стратегии противодействия Путину, чтобы, если что, а я вообще уйду в Европу. И Макей пытался это реализовать. В последний год, в последние месяцы это получалось все хуже и хуже, но тем не менее, хоть как-то получалось. Поэтому вот сначала просто убили Макея. Значит, сделали это, особо сомневаться не приходится, сделали это российские спецслужбы. Ну, а затем, значит, была вот эта история с попыткой объяснить Лукашенко, что он теперь представляет. Что он полностью теперь находится во власти Путина. Я не очень понимаю, что Путин будет с этим делать, потому что заставить Лукашенко использовать вооруженные силы Беларуси против Украины напрямую. Ну, это, с моей точки зрения, то есть, ну, понимаете, опять-таки, если бы мы имели дело с рациональным мыслящим и действующим политиком, то это можно было бы исключить. Потому что это бы означало, что украинские ВСУ очень быстро утилизируют сравнительно небольшие и довольно слабые вооруженные силы Беларуси. И там может начаться некоторая проблема. Потому что белорусский народ, в отличие от российского народа, там совсем никак никто не поддерживает Лукашенко. Он держится только на штыках. А если штыки будут уничтожены, то возникает проблема. Как бы здесь, так сказать, условное Тихановское не прилетело. От Вильнюса недалеко. Поэтому, с рациональной точки зрения, конечно, заставлять Лукашенко напрямую воевать с Украиной, это глупо. Но Путин действует всегда нерационально. Поэтому не исключено, что готовится совместное выступление белорусских и российских войск. Или, так сказать, скорее так, российских войск с небольшой белорусской начинкой. Никакого военного значения эта идея не имеет. Потому что там ресурсы очень небольшие. Но с рациональной точки зрения Путину выгоднее сохранять просто Беларусь как плацдарм для ударов по Украине. Вот это рационально. Но если он попытается использовать живую силу белорусских вооруженных сил для войны с Украиной, это большая глупость будет. Посмотрим. В принципе, это не первая, не вторая глупость, которую он сделал. Первая, самая главная, конечно, это 24 февраля, когда он напал на крупную европейскую страну. И, собственно, тем самым угробишь свой режим. А как вы думаете, вот говорил в своем мире Мануэль Макрон, что нужно берегти лицо Владимиру Путину и пути отхода ему дать. Сейчас в режиме Владимира Путина и персонально Владимира Путина есть еще пути отхода? Думаю, что нет. Нет, да? Почему? Я думаю, ну, понимаете, опять-таки, то, что говорит Макрон, это вызывает уже... Раздражение? Странные ощущения. Потому что, ну, понимаете, здесь ведь логика какая. Он, ну, так я понимаю его логику. Он пытается вспомнить про Первую мировую войну, когда вот унижение Германии привело к тому, что возник фашизм. Но аналогия очень плохая, потому что, на самом деле, фашизм-то в России уже возник. И здесь, скорее, можно приводить в качестве аналогии Вторую мировую войну. Ну, скажите мне, пожалуйста, кто в ходе Второй мировой войны мог говорить о том, что надо сохранить лицо Гитлера? Ну, вот как это было воспринято? А сейчас Макрон говорит именно это. Ну, Макрон уже это не говорит, это было где-то весной, но позже, нежели весна. Сейчас он иное говорит, но все равно... Одну секундочку, я сейчас, я сейчас, у меня все ходы записаны. А, ну, он сейчас это не напрямую говорит, это он сказал ранее, я уже просто не помню. А, вот сейчас... Да, это в июне, в июне 22-го года он сказал. Ну, не весна, да, да, июнь. И сейчас он тоже, сейчас вот я процедирую. Была, да, была речь Макрона сегодня. Сегодня была речь Макрона, да, кричущая. И это недопонимание, просто не понимая, в каком мире живет Макрон. Он приезжает в Нью-Йорк в ООН, говорит, кто не поддерживает Украину, и кто говорит о нейтралитете, он террорист. Ну, не так прямо, но он это говорит. Потом возвращается Макрон в Европу и говорит иные речи. Он говорит следующее. Он говорит о том, что, значит, надо подумать о гарантии безопасности для... Это да, это уже другое. Вот что это за гарантии безопасности для Владимира Путина? И почему далее европейские политики думают, что нужно Владимиру Путину сберечь лицо? Ну, с моей точки зрения, это большая глупость. Потому что, во-первых, начнем с того, что нет у Путина уже никакого лица. И, значит, есть разные, понимаете, опять-таки, есть разные видения послевоенной конструкции мира. Есть видения, которые есть в голове у Макрона. Это, значит, надо вот сберечь лицо Путина, и Путин будет участником послевоенной конструкции мира. Но это противоречит в том числе и тем инициативам, которые во Франции происходят. То есть создание международного трибунала по расследованию преступлений путинского режима. И это инициатива, которая во Франции же запущена. И какое, к чертовой матери, лицо может быть сохранено у фигурантов вот этого международного уголовного процесса? Как это лицо будет сохранено? Как можно сохранить лицо Гитлера? Как можно сохранить лицо Гиммлера, Геббельса, Штрейхера и так далее? То есть это какая-то странная конструкция. На самом деле есть такое ощущение, что Макрон пытается решить свои внутренние проблемы тем, что пытается предстать как-то вот такой вот великий, большой миротворец. То есть он вот человек, который смог помирить Украину с Россией. По-прежнему вот эта странная идея в его голове присутствует. Но я могу еще понять, когда этим занимается Эрдоган. Это совершенно все-таки другая фигура политическая. И он находится в другой части политического спектра. Или когда подобного рода вещи говорит Папа Римский. Там просто проблема в том, что его паства сильно очень сместилась. Она уже в основном не европейская. А латиноамериканская. И поэтому он следует настроениям своей паства Папа Римский. А что происходит с Макроном, не знаю. Мне кажется, что... Я думаю, что он просто совершает ошибку. Просто совершает ошибку. Игорь.